Новости на Дону В следующей неделе по центральным улицам Донской столицы начнет ездить новый электробус. Сейчас идет обсуждение, в каком режиме и на каком маршруте он будет работать. У властей есть два варианта – пустить электробус на регулярный городской маршрут или сделать его экскурсионным. Охватывать экскурсионный маршрут будет центральную часть города от площади Карла Маркса до главного ЖД вокзала. Напомню, сегодня стало известно, что водители ростовских автобусов оденут в единую форму. Ее закупят к 23 апреля. Ростов Пассажир Транс потратит на это 1 миллион рублей. Парапутешественник и изобретатель Стаганрога номинирован на географический Оскар. Игорь Скикевич может стать двукратным обладателем хрустального компаса, что прежде не удавалось никому в России. Интернет-голосование за проекты премии стартовало 1 апреля. За эти дни самоходная подводная инвалидная коляска «Барракуда» Игоря Скикевича набрала уже около 3,5 тысяч голосов и лидирует в своей номинации. Это первая в мире подводная коляска, которая позволит инвалидам путешествовать под водой независимо от своих ограниченных возможностей. Ею могут воспользоваться люди с различными видами заболеваний, включая больных ДЦП и инвалидов первой группы. Управлять коляской может даже человек с полным параличом нижних конечностей или не имеющий ног. Всего в этом году на соискание престижной награды выдвинуто 327 проектов. Фестиваль «Воспетая степь» развернется в Орловском районе 21 апреля. В этом году он вошел в топ-10 туристических событий. И теперь на двух сотнях эко-площадок ожидается около 10 тысяч гостей. Из-за поздней весны растения начинают свести позже обычного, но уже сейчас можно видеть тюльпаны Биберштейна. На подходе двухцветковый тюльпан. Что касается главного растения фестиваля – тюльпана Шренка, он немного запаздывает с цветением. В целом зима была благоприятной, и наступившие теплые дни должны спровоцировать бурное цветение и продлить его до первых чисел мая. Для посетителей фестиваля разработали эко-маршруты. По словам начальника управления охраны окружающей среды областного Минприроды Светланы Толчеевой, они познакомят гостей с уникальностью донской природы. В игровой форме, с последующими призами, если человек все правильно у нас сделал, да, выполнил поставленные задачи. Кроме этого, у нас вот из новшеств на фестивале планируется организовать прогулки на лошадях. У нас будет площадка игр с ветром, где можно будет запускать воздушных змеев. У нас будет большая площадка на командообразование, где можно, вот те, кто любит игровые направления, да, могут вот повзаимодействовать там. Также на территории фестиваля можно будет увидеть редкие виды птиц, они уже прилетели, и идет процесс гнездования. Кроме того, на расположенном неподалеку острове Водный можно полюбоваться на диких мустангов. Мероприятия будут длиться два дня. Тем, кто планирует задержаться, советуют уже сейчас позаботиться о ночлеге. Гостиницу можно найти в Пролетарске или Орловском. Выставка картин современного французского художника открылась сегодня в Ростове. Роберт Бурасо пишет не конкретных людей, а образы. Художник активно выставляется. Помимо Франции, его картины хорошо известны в Восточной Европе и Азии. В России это его первая выставка, говорит директор Ростовского культурно-образовательного центра Альянс Франсес Франсуа Велисказ. Роберт Бурасо работает много в жанре портрет в общем, но в особенности он работает с женскими образами. Он пишет их лица и фигуры в очень яркой красочной манере. Через материал цвета и краски он пытается уловить и передать женскую сущность. В своих картинах он использует даже землю. Выставка открывается в рамках Дней Франкофонии. Среди других мероприятий фестиваля – конкурс французской песни «Ростофали» и велоквест по ростовским местам, напоминающим Париж. Все тренировочные площадки, которые готовят к чемпионату мира, станут частью Академии ФК Ростов. Об этом журналистам рассказал министр спорта региона Самвел Аракелян. Вопрос создания Академии сейчас прорабатывается местными властями совместно с Министерством спорта России. Отмечу сегодня, на базе стадиона «Алим-2» действует футбольная школа ФК Ростов. Туда принимают детей с шести лет, обучение в школе бесплатное. В структуре школы учатся 11 возрастных групп детей. В ноябре прошлого года ее возглавил бывший форвард команды Роман Адамов. Добавлю, игроки ФК Ростов накануне впервые провели тренировку на новом стадионе. На официальной странице в соцсети «Желто-синие» назвали «Газон Ростов-Арены» идеальным. Первую тренировку на новом стадионе решено было сделать закрытой для журналистов и болельщиков из-за сложной турнирной ситуации команды. После 25 туров чемпионата России ФК Ростов занимает 13 место в таблице. и к этому моменту попадает в зону стыковых матчей на право сохранения прописки в премьер-лиге. Матч против СК «Хабаровск» состоится на Ростов-Арене уже 15 апреля. С вами была Кристина Олешко. Далее слушайте выпуск деловых новостей. В студии Инна Билан. Здравствуйте. 13 залов на выбор, простор, абсолютная пожарная безопасность и полное чувство, что сам участвуешь в фильме. Таким презентуют новый современный кинокомплекс, который на днях откроется в Ростове. Причем в него можно будет ходить и как в театр. Готовность объекта из губернаторской сотни инвестпроектов проверил первый замгубернатора Виктор Гончаров. Это самый крупный в Европе кинокомплекс. Одновременно может вместить более двух тысяч человек. В самом большом зале огромный экран. Такого в городе нет. Семь вип-залов, а также детский зал с комнатой для утренников. А еще театральный зал для показа балетов и спектаклей. В новом кинокомплексе планируются показы авторского кино, образовательных и документальных фильмов. Билеты обещают сделать доступными для всех. А занять время между киносеансами помогут четыре ресторана и бар со сценой. Об этом корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал первый замгубернатора региона Виктор Гончаров. Это самое современное, что может быть не только в Европе, а, наверное, в мире. Построено по самым последним технологиям с использованием современных отделочных материалов. Очень качественный проект и качественное строительство. Я думаю, это будет украшением города Ростова на Дону. Украсив город, комплекс еще и даст ему 130 рабочих мест. До открытия осталось облицевать фасад здания и закончить внутреннюю отделку. Первый киносеанс планируют на 24 апреля. Южный IT-парк, организовавший демо-дэй, в Ростове уже дал дорогу в жизнь более 50 стартапам. Свыше 100 находятся в разработке. Для их развития необходимы не только отличные идеи, но и инвесторы, которые дадут денег для реализации. Это, как правило, венчурные инвестиции. Или, говоря иначе, вкладывание денег с большим риском. Донские депутаты предлагают регулировать такие вложения, чтобы привлечь венчурных инвесторов в наш регион. Об этом корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал депутат Заксобрания Ростовской области Александр Нечушкин. Что удивительно, мы проанализировали, нет практически единой законодательной базы, которая регулировала бы венчурное финансирование. Нам предстает ее создавать. И уже с регионального уровня, я уверен, мы должны отправлять наши предложения в Москву на федеральный уровень. Главное – найти симбиоз, который позволит сделать большой рывок и построить умную экономику, добавил Александр Нечушкин. Встреча была организована еще и с тем, чтобы законодатели, напрямую пообщавшись с инвесторами и стартаперами, выявили основные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при внедрении проекта в жизнь. Власть региона поддержит сельхозпроизводителей. Всего на эти цели запланировано более полутора миллиарда рублей. Об этом студия ФН «На Дону» рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анатолий Кольчик. Идет выдача льготных кредитов. Где-то около миллиарда заложено субсидий на возмещение по льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей. Они, конечно, очень нужны селянам для пополнения оборотных средств. Больше всего, а именно 600 миллионов рублей, выделят на поддержку виноградарства, садоводства, рисоводства и элитного семеноводства. И еще 500 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства. Около 350 миллионов рублей пойдет на гранты для начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, а также на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов. Также заложены субсидии на приобретение сельхозтехники. Говорит Анатолий Кольчик. У нас заложено почти 244 миллиона рублей. Мы полностью их уже отдали сельхозтоваропроизводителям. Это позволило просубсидировать 105 комбайнов, 34 трактора и где-то больше 340 единиц другой сельхозтехники. Эти средства выделены из бюджета области в рамках губернаторской программы. К примеру, на Кубани такой поддержки нет. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка составил 61,43 рубля за доллар и 75,75 рубля за евро. Это были деловые новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200,0,849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова